Бюджет Оренбурга С ответом на протокольные поручения в адрес администрации города Оренбурга было направлено более 60 протокольных поручений. В рамках подготовки к заседанию комитета проанализирована вся поступившая информация. Бюджет города Оренбурга на предстоящие три года спланирован бездефицитным. На 2021 год доходы и расходы бюджета запланированы в сумме почти 13,7 миллиарда рублей. На весь трехлетний период социальная сфера остается безусловным бюджетным приоритетом. В заседании приняли участие председатели и представители других депутатских комитетов. Они обобщили замечания и предложения по проекту главного финансового документа, поступившие от каждого из комитетов совета и особо отметили социальную ориентированность бюджета. В 2021 году на социальную сферу, в том числе на образование, культуру и социальную политику, планируется направить почти 9,5 миллиардов рублей. Их доля бюджета составит около 70%. Хочу отметить также, что проекты бюджета предусматриваются денежные средства на все социальные обязательства и выплаты. При расчетах учтены приоритетные расходы на выполнение публичных нормативных обязательств перед населением города Оренбурга, а также меры дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан. Депутаты также отметили, что бюджет обязан не только обеспечивать гарантированные выплаты, но и способствовать развитию города. В следующем году одна из ключевых задач – выполнение национальных и региональных проектов. На их реализацию предполагается направить почти 3 миллиарда рублей. Окончательное решение по проекту бюджета Оренбургский городской совет должен принять 24 декабря на пятом очередном заседании. И к этому моменту в него еще могут быть внесены изменения. Работа над проектом бюджета города Оренбурга не закончена. Мы ожидаем от администрации города Оренбурга уточненную редакцию бюджета с учетом тех цифр, которые будут утверждены законом об областном бюджете. Дистант. Не путать с диктантом. Хотя в принципе и диктант можно провести дистанционно. Новая реальность, к сожалению, все больше загоняет людей в электронный мир. Неожиданно и безапелляционно. Пандемию мы, конечно, победим, но на это нужно время. И хотя уже сейчас в санитарном режиме наметились послабления, обучение онлайн никто не отменял. А вот здесь-то и выявились некоторые технические проблемы. Особенно они касаются многодетных семей. Одного компьютера для обучения сразу нескольких детей мало. В этом году мы уже выдали три ноутбука нашим родителям. Тот, кто подал заявление, кто нуждался. Ситуации бывают разные. Бывают многодетные семьи. И пять, и шесть детей. И в семье, допустим, один компьютер, а количество детей. То есть они не успевают выполнять домашние задания. То есть мы по обращениям, опять же, по мониторингу родительской общественности. Бывают малобеспеченные семьи у нас достаточно в промышленном районе. Мы тоже можем оказать помощь. Потому что у нас технически школа обеспечена. Именно учителя. А вот, конечно, детишкам мы согласны помочь и рады. Выделять нуждающимся электронные гаджеты. Такую необходимость озвучили директора оренбургских школ. В управлении образования набралось порядка 450 заявок. Оперативная реакция на запрос последовала от депутатского корпуса. Представители «Единой России» в законодательном собрании и городском совете выделили личные средства и приобрели 50 планшетов. Говорят, это первая партия. Сейчас преподаватели и директора школ, они оказались на передовой наравне с врачами. Им надо полностью переустроить уклад образовательного процесса, сделать это быстро и еще и показать в конце концов результат. Поэтому вот вынужденная акция, так скажем, мы услышали потребности, мы ее закрываем. Это только начало по большому счету. Раздавать планшеты начали со школ промышленного района. Учебные заведения должны оформить их и передавать во временное пользование ученикам из нуждающихся семей. Всего до конца января депутаты планируют выделить более 200 планшетов. Конечно же, эта акция направлена на то, чтобы привлечь внимание. И в дальнейшем я надеюсь, что не только депутаты фракции «Единая Россия» подключатся к этой акции, ну и, может быть, депутаты других фракций или предпринимателей нашего города. Ну и, конечно же, задача в целом – это чтобы у нас в области появились такие мобильные классы. Вот теперь точно повеяло праздником. На улицах Оренбурга запахло хвоей и Новым годом. На неделе в городе официально начали работу елочные базары. Скромные и царственно роскошные, компактные и статные сосны и пихты выстроились в ожидании покупателей. Наши сосны из Башкирии, Зилаира. Мы начинаем торговлю не грубя с 250-300 рублей. Это полтора метровые елки. Думаю, максимум у нас будет предел до 500 рублей. Да, вот так. Потому что мы хотим, чтобы и людям в наше такое тяжелое время, чтобы хотя бы хоть какой-то уют и праздник был дома. Поэтому цены вот такие вот у нас. Наплыва покупателей пока нет. Опытные торговцы, именующие себя елочниками, говорят, активный спрос всегда начинается в 20-х числах. При этом добавляют. Откладывать покупку на потом, чтобы хвойное дерево не утратило к празднику товарный вид, почти бессмысленно. Качественное дерево способно простоять в домашних условиях около месяца. Главное – суметь выбрать именно такое. Чтобы вы знаете, что елка не старая, берете вот так, его тянете. Вот видите, ничего нет. Если он будет отсыпаться, он должен сейчас, видишь, я его нажимаю. Вот видите, ничего нет, потому что елка свежая. Приобрести главный новогодний атрибут в Оренбурге можно на 28 торговых точках в микрорайонах и на территории городских рынков.